Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем изучение послания апостола Павла к Галатам. Я священник Иан Тераутс и этот комментарий для библейского портала экзегет. Прежде чем мы с вами обратимся к самому тексту послания к Галатам, нам необходимо с вами узнать об общих чертах этого послания, стиле этого послания и о основных моментах богословия послания апостола Павла к Галатам. Ну и, естественно, поговорить об авторстве этого послания. Первое. Начнем с исагогических сведений. Послание апостола Павла к Галатам написано было либо в 1948-1949 году, либо десятилетиям позже. Почему такая разница во временном отрезке? Дело в том, что апостол Павел обращает свое послание к церкви галатийской, к Галатам. Существует две теории, кто же является адресатом апостола Павла. Первая называется «Северной Галатии». Теория гласит, что обращение апостола Павла к Галатам — это к определенной этнической группе, непосредственно Галат, или это было небольшое такое племя, странствующее из Европы, кельтов, которые обосновались на севере Малой Азии. И послание в данном случае тогда обращено к ним. Если оно обращено к ним, то написано оно было много позже, потому что в Галатии апостол Павел, согласно книге деяний, проходит позже, нежели остальные страны этой области или этой провинции. С другой стороны, есть южно-галатийская теория, согласно которой послание к Галатам адресовано не Галатии, не Галатам в этническом плане, а жителям большой провинции Галатия. С чем это связано? Дело в том, что в 25-м году до Рождества Христова последний царь вот этих самых галатов, галов, кельтов, умирая, оставляет государство в руках римлян, отдает в руки римлян. И в честь этого целую провинцию, целую большую область, большой регион называют именем этого народа, Галатии. Согласно этой теории, в Галатию, как в провинцию, входят такие части, как Песидия, Исаврия, Фригия, Пафлагония и часть Ликаонии. И тогда это послание для всей этой территории. Но эти города апостол Павел проходил в свое первое миссионерское путешествие, и, соответственно, сторонники этой теории считают, что это послание самое первое из всех Павловых. Написано было совсем незадолго до апостольского собора, соответственно, на десятилетия раньше. Что нам это дает? Дело в том, что позднее и раннее написание Павлова послания отождествляет нас с определенным периодом в богословии проповеди, в богословии первохристианских общин. Ну и более того, конечно, после апостольского собора уже мы с вами говорим о каком-то консенсусе в отношении исполнения иудейских обрядов. А это, забегая вперед, является главной темой данного послания. Теперь непосредственно перейдем к стилистике, к настроению этого послания, и к тому, с чем столкнется читатель, когда только откроет послание апостола Павла к Галатам. Это самое полемичное послание апостола Павла. Прекрасно все мы понимаем с вами, что сам текст пишет не апостол Павел, пишет стенограф, который как раз-таки записывает слова апостола Павла. Павел лишь подписывает это послание. Так вот, послание Павла к Галатам полемично. Здесь апостол Павел явно досадует на тех христиан, которые здесь находятся. Более того, оно выбивается из всего блока остальных посланий тем, что в нем наличествуют автобиографические сведения об апостоле. Другую биографию апостола Павла мы можем подчеркнуть из текстов евангелиста Луки, из книги Деяний. А здесь апостол Павел говорит о себе сам. Ну, давайте с вами окунемся в сам текст и в прескрипт послания. Это первое, что встречает нас. Кому пишется это письмо? Кем? Куда? Что говорит здесь апостол Павел? Павел апостол избранный не человеками и не через человека, но и Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. И все находящиеся со мной братья, церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего, и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Итак, обратим внимание, что в отличие от множества других посланий, здесь апостол говорит не от лица ряда учеников Христовых или проповедников, он не упоминает кого-то дополнительно, но говорит лишь от себя. И сразу же переключается в эту функцию полемики. Дело в том, что о самих ересях или о самой лжеучении, которое проповедовалось в галатийских церквях, основанных Павлом, мы с вами не знаем доподлинно. У нас не сохранились какие-то документы с той стороны. Но судя по самому посланию и по тем контрольным точкам, по которым бьет апостол Павел своим словом, мы с вами можем сделать следующий вывод. Первое. Апостол Павел и его авторитет в галатийских церквях стал подвергаться не просто сомнению, но абсолютно не спровергаться. Об апостоле Павле стали говорить, он же не апостол, он же не от числа 12, он вообще был иудеем. Человеку свойственно вообще искать врагов, искать нечестивцев, искать людей, которые его хотят обмануть. Это наше свойство, выстраданное веками и тысячелетиями существования нашего на земле, для того, чтобы человек просто сохранился. И поэтому, когда мы с вами открываем любую страницу истории, мы натыкаемся на одну и ту же проблему. Недоверие, скоропалительные выводы. И вот авторитет апостола Павла подвергается большому сомнению среди галатов. Но здесь еще одна проблема. Ладно бы авторитет апостола Павла, но через это подвергается большому сомнению то благовествование, которое апостол Павел принес на галатийскую землю. Здесь мы будем видеть, что предмет этого спора не такой, может быть, как нам сегодня кажется важный, но очень важный для апостольского периода и для становления христианской культуры, в которой сегодня мы с вами находимся. Так вот, с самых первых стихов апостол Павел уже говорит о том, что он избран не людьми, но Богом, не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Дальше, конечно, он упоминает всех находящихся братьев, но в основном в посланиях он все-таки и перечисляет их по именам. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Это стандартное приветствие апостола в его посланиях. Мы с вами уже не раз об этом говорили в контексте послания к Коринфянам и к Веселоникийцам. Вы можете посмотреть соответствующие видео. «Благодать вам и мир» — это обычное античное приветствие, видоизмененное от слова «радость», потому что «хэре» и «харин» — это два похожих друг на друга греческих слова. Апостол Павел умело ими пользуется и преподает вместо «радуйся» «благодать вам». И вместо еврейского приветствия, пожелания мира, шалом, или как сегодня арабы, например, друг друга приветствуют, салам, он использует греческую альтернативу Ирины — мир. И дальше он тут же приступает к идее о воскресении из мертвых, о крестной смерти и искупительстве Иисуса Христа рода человеческого. Вот он говорит «Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего Ему слава во веки веков. Аминь». Вот это приветствие очень короткое, но уже мы видим полемический тон. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Первое. Есть люди, которые приходят в галатийские общины и начинают смущать их, подвергая авторитет Павла сомнению, но самое главное, то, что он говорит, они считают глупостью, ненужностью и вообще вредным учением. Напомню, что для иудео-христианских общин было характерно такое ответвление, как желание, чтобы все язычники, входящие в церковь, должны были быть не просто обрезаны, но вообще исполняли закон Моисеев в его полноте. А христианская доктрина, она была над этим всем, она была неким таким дополнением, приложением, она не была основой. Но апостол Павел проповедовал совершенно иную модель духовной жизни, и здесь он говорит очень интересные слова о том, что даже если ангел с неба будет вам благовествовать, или мы будем вам благовествовать, то, в чем вы не были наставлены, то да будет анафема. Вспоминаем, что анафема — это не проклятие, как нам часто кажется. Анафема — это отделение, то есть это отделение определенной части от целого. Так вот, если кто-то проповедует Евангелие превратно, не так, как проповедовал апостол Павел или его ученики Галатам, то да будет он отделен. Это не истинное учение, не правильное учение, плохое учение. Даже если ангел с неба будет это делать, это к вопросу, часто возникающему о том, как же относиться к видениям, к разного рода частному откровению, и как аккуратно и с большой опасностью нужно на это обращать внимание. Далее. Апостол говорит о том, что если бы он искал благоволение в людях, то не стал бы рабом Христовым. Почему? Потому что апостол Павел был очень успешным учеником успешнейшего и самого славного раба на Израиле Гамалиила. Человек, который мог бы, как сегодня в сегодняшней стилистике бы сказано было, сделать себе хорошую большую карьеру. Человек, имеющий римское гражданство, учащийся у такого светила иудейского мира, вдруг отказывается от всего и ступает в никуда. Потому что, конечно, придя ко Христу, он себе не рисует каких-то картин проповедничества, он обрекает себя на непонимание, на отвержение со стороны внешних, да и вообще на такую постоянно скитальческую жизнь путешественника. Хотя мы с вами знаем по посланию к филиппийцам, что апостол Павел привык и к жизни в достатке, и к жизни в бедности. То есть у него были и более состоятельные периоды, и такие тяжелые периоды в жизни в плане содержания его. Но для него это перестало быть важной составляющей его жизни, потому что он стал рабом Иисуса Христа. И дальше начинается очень интересная и важная часть этой главы. Это автобиографические сведения об апостоле Павле. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Первая отсылка к авторитету безусловному, безупречному — это авторитет Господа Иисуса Христа. Но как и сегодня, так и тогда сказать, что вот Господь мне это Иисус Христос сказал, конечно, внешние не поверят, потому что нет доказательства этому. А как мы это узнаем? А где свидетели? Ведь ни видеозаписи, ничего этого не могло сохраниться. Подтвердить это было невозможно. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих моих сверстников вроде моим, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Здесь он начинает эту историю и начинает ее с самого, наверное, неприглядного состояния своего, будучи в иудействе, будучи молодым человеком, явно таким максималистом. Он хочет идти гнать христиан, искать христиан в Дамаске, в Сирии, везти их в Иерусалим на суд первосвященнику. Но дальше возникает в его жизни переломный момент. По пути в Дамаск ему встречается Господь Иисус Христос и говорит «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл спрашивает «Кто ты, Господи?» Господь Иисус ему представляется, говорит ему, что он найдет в Дамаске апостола, ананию, который крестил впоследствии апостола Павла. Апостол Павел ослеп и только после крещения прозрел и стал ярым проповедником Слова Божия. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же за апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После всего я отошел в страны Сирии, Киликии, церкви Христовым. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавших некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Здесь еще один пассаж к авторитету апостолов Петра и Иакова. Иаков — предстоятель Иерусалимской церкви, Петр — первоверховный апостол. Более того, здесь нужно обратить внимание на культурную особенность тогдашних христианских общин. Все, что было из Иерусалима, было свято и прекрасно и достойно подражания. То есть человек, любой проповедник, пришедший из Иерусалима, казался неким, сошедшим просто с небес человеком. И, по всей видимости, люди представлялись именами именитых апостолов Петра, Иакова и Иоанна. И как раз-таки проповедовали необходимость обрезывания и вообще жизни по иудейскому закону Моисееву. Они это проповедовали и прикрывались именами апостолов. И Павла, естественно, поносили и не спровергали его авторитет, говоря, что он учит нечисто, неправильно, и вообще Христа не видел и не знает абсолютно ничего. Но своей отсылкой к чуду, произошедшему в Дамаске, а также к знакомству с Петром и Иаковом, тем самым он говорит, что он апостол, избранный Иисусом Христом, что его принимает и Петр, и Иаков, и Иоанн, что апостол Павел, хотя и не является одним из двенадцати, но в то же время имеет авторитет апостольства. И тем самым разрушить эти ошибочные представления о нем и о учении, которое он проповедует. Дальше мы с вами продолжим разбор второй главы послания к Галатам. Всем желаю доброго здравия и помощи Божьей. Продолжение следует...